Мяч забивает команда Витязева. В полуфинале она переиграла сборную Анапского сельского округа. Всегда хочется высокого результата, но получилось так, что смогли пройти финал. Не очень ожидаемо, но приятно. Команда Виноградного вышла в финал, победив сборную Анапы. Это был один из сюрпризов нынешнего турнира. В сельском округе есть большой стадион и своя команда. В пляжный футбол никто не играл. Решили попробовать. Выигрывает не тот, кто лучше, а кто больше хочет. Мы как бы больше хотели выиграть, мы выиграли. Я бы не сказал особо, что с ними сложно было. 7-4 выиграли. В группе были тяжелее игры. Даже с той цыбаной балкой было намного тяжелее. Мы проиграли, потому что мы играли три игры. Было слишком жарко, время к обеду. На прошлой неделе все видели погоду. Ноги жгло, сил не хватало. Ну и парни более готовы, потому что они играют в футбол, тренируются. Играют на Анапский район в большой футбол. И находятся в хорошей физической форме. А мы собрались, так сказать, ветераны пляжного футбола. Хоть несмотря на свой возраст. Анапчане встретились с Анапской в матче за третье место. По ходу игры сельчане проигрывали 5-2. К концу матча сравняли счет. Однако по пенальти победа досталась Анапчанам. Сид, бери, Сид! Мы всегда играем только на победу. Как нас учил покойный ладир Иванович Коваленко, детский тренер Анапский? Конечно, обидно чуть-чуть. Хотя мы выходили, понимая, что будет тяжелая игра. Победа – это только удача наша. В финале витязевцы вырвали победу у команды Виноградного сельского округа со счетом 5-4. Приз за первое место – полмиллиона рублей. Деньги целевые. На них можно будет, например, оборудовать спортивную площадку, закупить тренажеры или инвентарь. В Виноградном смогут улучшить спортивную инфраструктуру на 300 тысяч рублей, а в Анапу отправятся дополнительные 200 тысяч. Турниры с аналогичным призовым фондом по самым разным видам спорта уже традиционные и будут продолжаться до осени.